когда наш разговор о покупке недвижимости в испании затронул конкретные города александр обратил внимание на другой важный аспект при выборе александр в зависимости от целей человек выбирает тот или иной город тот или иной регион в частности например на коста бланка но как ты говорил не менее важно определиться и с тем какой тип недвижимости человека устроен какие типы недвижимости вообще существует в испании и почему так важно выбрать именно правильный тип давайте для начала я перечислю типа недвижимости ну первое стандартно это апартаменты квартира обычная квартира апартаменты в испании это одно и то же часто люди многие задают мне вопрос если разница нет абсолютно квартира бывает по обычно с одной спальни с двумя спальнями или студия следующее бунгало бунгало это квартира с отдельным входом она имеет всегда какой-то дворик или же если она находится на втором этаже она имеет собственный солярий террасу большую это бунгало это обязательно квартира с отдельным входом два типа бунгало из бунгало на нижнем этаже который имеет собственный дворик и бунгало на верхнем этаже которая имеет второй этаж сверху большой терраса так называемый по-испански солярий ну да вот здесь можно разместить собственник разместил мангал зону отдыха писем а что как правило выбирается что более престижно престижно наверное самый верхний этаж потому что здесь больше солнца можно позагорать Можно сделать большой двор, 50 квадратных метров здесь, допустим. Если дворик внизу, у этого же бунгало, то там буквально метров 25. Существует еще название такое, как дуплекс. Это таунхаус по-английски. Это квартира с двумя этажами. Она может находиться как на земле и иметь свой собственный двор, так и на последнем этаже в жилом доме большом. То есть отличие дуплекса от бунгало в том, что бунгало это принципиально один этаж, дуплекс, ну или таунхаус это два, ну или больше. Совершенно верно. Только в этом различны. Но и в том и в другом случае это отдельный вход. Да, совершенно верно. Это отдельный вход, как в бунгало, так и в дуплекс. И очень важно, что всегда в бунгало и в дуплексе есть общая территория, общий бассейн, есть зеленая зона и обычно эта территория закрыта. А вот это уже дуплекс. Таунхаус по-английски называют еще. Это двухэтажный дом в блоке. На высшем этаже находится у нас просто квартира, а на самом верху находится квартира с большой террасой. Двухэтажная тоже квартира с видами на море. Практически весь комплекс у нас имеет виды на море. То есть здесь практически, вот отсюда даже не скажешь, но по факту здесь пять этажей. По факту пять этажей, да. Совершенно верно. И я скажу еще очень интересную здесь стоимость, потому что когда-то его продавали, когда строился комплекс за 160-170, 80 тысяч дуплекс стоил в среднем. Сейчас цена 200, но все равно это очень хорошая цена, это подорожало за два года. Но в принципе 200 тысяч за дом до моря метров 300. Это уже посткризисная строительство? Это построено было, окончание строительства было полтора года назад. Да, до недавнего. Это свежий объект абсолютно. Ну и на самой вершине стоят отдельные дома и виллы. Ну самое главное, отдельные дома, их называют в Испании, Касса и Чалет. В принципе это одно и то же. Если приедете с испанского слова Чалет, это хижина на берегу моря. На самом деле, да. Ну сейчас Чалет это значит считается высший пилотаж виллы. Да, вот таким образом. Давай попробуем тогда провести некие параллели между целями и типами недвижимости. Очень это важный момент, потому что на сегодняшний день, если мы говорим о целях, а цель, например, у нас есть сдача недвижимости в аренду, то очень важно, какое жилье хорошо сдается. Ну например, если ваша квартира находится с видами на море, близко у моря, то в принципе для сдачи в аренду отличный вариант. Иногда приезжать отличный вариант. Если мы говорим о том, что цель ваша купить недвижимость самому, иногда приезжать и потом жить долгое время и сдавать иногда в аренду, то, наверное, я бы порекомендовал нашим клиентам бунгало. Во-первых, есть собственный дворик, есть где поставить свой велосипед, ваши туристы будут отдыхать, а шведы, норвегия, англичане любят подальше от моря отдыхать. На самом деле, ваша бунгало будет пользоваться спросом. Ну и третий тип недвижимости это виллы. Виллы на самом деле все равно, где она находится, даже если она находится 5 километров от моря, но у нее есть хорошие красивые виды и хороший сервис внутри, то, в принципе, и вилла тоже может использоваться как для сдачи в аренду, так и для собственно проживания. Если мы, например, сравним бунгало и таунхаус, есть ли принципиальная разница по целям или, по большому счету, здесь все зависит уже от конкретного бунгало и конкретного таунхауса? Наверное, больше зависит от бюджета человека, который может потратить для себя, да? Потому что разница между таунхаусом и бунгало, ну, например, бунгало в Таревьехе в хорошем районе в среднем 80 тысяч, а дуплет стоит 100-110. Разница в 20-30 тысяч, но это уже два этажа полноценных абсолютно одинаковых. Если опять же мы говорим о конкретных примерах, студия, соответственно, наименьшая цена, но какие здесь листы есть и для каких целей студия не очень годится? Студия удобна для сдачи в аренду, так как в студию приедут люди отдыхать и зимой. Это наши командировочные, которые приезжают на конференции, приезжают сюда люди, они снимают небольшие студии или номер в отеле. И студия пользуется популярностью. Здесь недостаток у студии, это когда приезжает ваша семья, вам негде разместиться. Вот я думаю, что единственное. Хотя студия ничем не отличается от обычной квартиры. Но студия, это же не всегда скромный и обязательно очень дешевый вариант. Совершенно верно. Студия зачастую бывает очень хорошим ремонтом, хорошей комплектацией. И в основном у нас клиенты покупают студию в плохом состоянии, но в хорошем месте. И наша компания делает им там ремонт. Мы ее меблируем, ставим бытовую хорошую технику. И студия получается ничем не хуже, чем новострой в новом доме. Студия сам видишь, не для постоянного места проживания. Здесь надолго сложно оставаться. Я думаю, так на 3-4 дня. С семьей 2 человека, ну может быть 3. И то под вопрос. Но ты еще говорил командировочник. Это основные люди, которые снимают данные объекты, потому что они приезжают на 2, на 3 дня. Это вот достаточно приезжают в 1-2 человека. Здесь в принципе 4 спальных места. После того, как вы определились с целями и представляете свой бюджет, самое время прицениться. В следующих сериях нашего проекта поговорим о том, что можно приобрести на Коста-Бланка, располагая той или иной суммой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова